Хаджалинский геноцид Еще до Хаджалинской трагедии, накануне распада Советского Союза, армянские террористические организации не раз совершали кровавые зверства и террористические акты против гражданского населения Азербайджана. После подписания Гилистанского и Туркменчайского договоров в 1813 и 1828 годах армяне стали массово расселяться на азербайджанских землях. Став нацменьшинством, они начали разрабатывать планы политической экспансии. В 1920-х годах на горной части Карабаха был дан статус автономии в составе Азербайджана. Однако в таких административных рамках, что армянское население оказалось в большинстве. Таким образом, внутри Азербайджана появилась искусственная административная единица. В то время, как более чем полумиллиону азербайджанцам, компактно проживавшим в Армении, было отказано в аналогичном праве. Нарушив все международные нормы и принципы, а также действовавшие на тот момент советские законы, в начале 1988 года Армения начала осуществлять агрессивные действия против Азербайджана. Целью была реализация долгосрочного плана по одностороннему выводу административной территории и состава республики и ее присоединению к Армении. В конце 1991-го, начале 1992-го года вооруженные действия против Азербайджана усилились. Хаджалы – город в Нагорном Карабахе с общей площадью 0,94 квадратных километров и населением в 7 тысяч человек. Состоящим в основном из азербайджанцев был целью одной из таких операций. Здесь располагался единственный в регионе гражданский аэропорт, поэтому Хаджалы считался важным транспортным центром. В октябре 1991-го года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение. Единственным средством связи остались вертолеты. После того, как над Шушой сбили гражданский вертолет, в результате чего погибли 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992-го года город существовал без электричества. Хаджалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников. Окупацией Хаджалы армянские силы стремились получить стратегическое преимущество и благоприятные условия для взятия других городов Нагорно-Карабахского региона. Сам же Хаджалы планировалось стереть с лица земли, так как в Хаджалы и его окрестностях сохранились историко-археологические памятники, принадлежащие азербайджанской культуре. Чрезмерная жестокость агрессоров была преднамеренной. Цель этого акта устрашения заключалась в том, чтобы сломить дух азербайджанцев и получить психологическое преимущество в последующих военных операциях. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и военизированные отряды при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР начали штурм города. Организаторы прекрасно знали об отсутствии в Хаджалы серьезных вооружений и укреплений. Но, несмотря на это, город предварительно подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Когда начался штурм, около 2,5 тысяч остававшихся в городе жителей попытались выбраться из окружения. Армения заявляла о якобы оставленном открытым гуманитарном коридоре для мирного населения. Однако вскоре стало ясно, что коридор — ничто иное, как засада. Спасающихся бегством людей расстреляли с армянских военных постов, установленных заранее, либо захватили в плен около деревень Нахчиванлы и Перджамал. Многие, в основном женщины и дети, умерли от обморожений, пробираясь через горы. Лишь немногим удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории города Агдам. Субтитры создавал DimaTorzok